Анатолий Лебедько оказался в эпицентре громкого скандала. Столичная милиция уличила политика во лжи. В сеть попали кадры, которые опровергают громкие обвинения лидера ОГП в адрес правоохранителей. На видео руководитель объединенной гражданской партии. Не жертва произвола, а очень даже наоборот. Как ОМОН спасал жизнь Лебедько и что получил вместо благодарности. Наш следующий сюжет. Эта история произошла весной 2016 года. 6 мая сотрудники ОМОНа, патрулирующие улицу Орловскую в Минске, заметили мужчину, который лежал у края проезжей части. Как выяснилось, незадолго до приступа мужчина катался на велосипеде. Но ему стало плохо и он упал. Весь его вид указывал на то, что пострадавшему нужна срочная медицинская помощь. Хрип и конвульсия, пена изо рта свидетельствовала о том, что у мужчины вполне возможен эпилепсический припадок. Сотрудники ОМОН оказали своевременную медицинскую помощь. К слову, это подтвердили и прибывшие на место сотрудники медицинской помощи. Это видео не выкладывали в сеть по этическим соображениям почти два года. Но на сайте ГУВД Минска оно появилось после того, как руководитель Объединенной гражданской партии обвинил сотрудников милиции в том, что они распылили на него неизвестное вещество. После чего у Лебедька якобы возникли проблемы со здоровьем. Из-за этого ему не дают медицинскую справку, чтобы получить водительские права. Кстати, за рулем. Без прав он и был задержан 9 февраля. Медики говорят, что ни один водитель после эпилептического приступа не может быть допущен к дорожному движению. Это крайне опасно и для жизни самого водителя, и других участников дорожного движения. Не дай бог, представьте, во время вождения машины случится приступ. Человек теряет сознание, отключается, авария, ДТП, серьезные последствия, травмы и так далее. Были случаи, когда люди не состоят на учете, имеют права, ездят за рулем, случается приступ, потом они вынуждены ложиться в отделение, чтобы ставить диагноз и так далее, чтобы избежать какой-то уголовной ответственности. Несмотря на запрет врачей садиться за руль, Лебедька продолжал ездить без прав, нарушая тем самым правила дорожного движения. Это не одобряют не только законы, но даже в политическом окружении Лебедька. Вот как прокомментировал этот случай помощник депутата от ОГП Анны Конопадской. Я не сторонник того, чтобы вообще наши граждане нарушали любые законы, в том числе и правила дорожного движения. Поэтому, конечно, здесь я, как любой нормальный, послушный гражданин, осуждаю такие действия. Тем более, если это человек, публичная личность, в данном случае лидер партии, лидер крупнейшей оппозиционной партии. То есть, безусловно, да, безусловно, эти вещи недопустимы для любого человека, в том числе и для Анатолия Лебедька. Прокомментировать вскрывшиеся факты мы попросили и самого Анатолия Лебедька. Более мерзкой власти, силовых структур и официально белорусского телевидения в Беларуси нет, не было и не будет. Вот и все. Сложно объяснить такую антипатию Лебедька к власти вообще, которая сверхлиберальна. Ведь внимание к своей персоне этот гражданин привлек после того, как второй раз был остановлен инспектором МИГАИ за езду без водительского удостоверения. Причем, как нам сообщили в милиции, на его счету уже 32 административных протокола за нарушение ПДД. Или чем ему не угодила милиция, в частности, которая фактически спасла Лебедька жизнь. Наверняка наиболее емко ответы на эти вопросы сформулированы на сайте ГУВД. Вместо благодарности – ложь. Юрий Шевчук, Константин Придыбайло, агентство Тельновостей. Что любопытно, независимые СМИ, освещавшие эпопею с водительскими правами буквально в режиме онлайн, с появлением разоблачительного видео сделали вид, что ничего не произошло. Что, собственно, неудивительно, если играть в одни ворота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова